Уважаемые представители международного сообщества, я, президент Республики Арцах, Нагорно-Карабахской Республики Ара и Карутюнян, этим срочным посланием предупреждаю, что прямо сейчас народ Республики Арцах подвергается геноциду и стоит перед реальной угрозой уничтожения и лишения Родины. В целях контроля над единственной дорогой, проходящей через Лачинский коридор и соединяющей Арцах с Арменией и внешним миром, власти Азербайджана инициировали и спланировали постановку, стартовавшую 12 декабря 2022 года под видом экологической демонстрации, что на самом деле было лишь прелюдией к преступлению геноцида, которое приобрело официальный и системный характер с незаконной установкой 23 апреля 2023 года азербайджанского пропускного пункта в Лачинском коридоре. 15 июня Азербайджан полностью перекрыл проходящую через Лачинский коридор дорогу, взяв 120-тысячное население Республики Арцах в полную осаду. Вот уже почти 8 месяцев население Арцаха лишено возможности беспрепятственного и двустороннего передвижения по Лачинскому коридору и около двух месяцев поставок продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых товаров, осуществляхшихся пред миротворческими силами РФ и Международным комитетом Красного Креста. Действия Азербайджана нарушают не только всеобщие международные правовые нормы, но и конкретные международные правовые акты относительно Лачинского коридора, в числе которых также 6 пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Юридически обязательные решения Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека о необходимости разблокирования Лачинского коридора. Блокада Лачинского коридора не является единичным эпизодом. Ее следует рассматривать как составную часть спланированной, широкомасштабной и скоординированной политики Азербайджана, направленной на уничтожение народа Арцаха как такового. Блокада Арцаха является прямым продолжением военной агрессии, развязанной Азербайджаном в 2020 году при непосредственном участии Турции и террористических организаций с Ближнего Востока. Азербайджан последовательно проводит политику силового подавления права народа Арцаха на самоопределение, сопровождая свои действия применением силы и массовыми нарушениями прав человека. Конечной целью этой политики является изгнание народа Арцаха со своей исторической родины и закрытие вопроса права народа Арцаха на самоопределение. В том же контексте необходимо рассматривать припосягательство Азербайджана на государственность Арцаха, поскольку важнейшим условием и средством сохранения народа Арцаха и его многовековых традиций, ценностей, культуры, а также естественного развития является наличие национального государства, обладающего международно-правовой субъектностью. Спустя более двух лет после объявления перемирия, не сумев достигнуть своей преступной цели деармонизировать Арцах военным путем, Азербайджан продолжает предпринимать последовательные попытки для достижения своих преступных целей не силовыми, однако не менее бесчеловечными методами. Установка незаконного пропускного пункта в Лачинском коридоре, очевидной преступной целью которого было преднамеренное ограничение, а затем и вовсе полное прекращение гуманитарных грузоперевозок, осуществляемых для обеспечения нормальной жизнедеятельности народа Арцаха, стала в арсенале Азербайджана новым видом оружия против народа Арцаха. Непосредственной жертвой этого незаконно установленного пропускного пункта стал гражданин республики Арцах Вагиф Хачатрян, которого азербайджанские военнослужащие похитили при перемещении в сопровождении Международного комитета Красного Креста, грубо нарушив нормы международного гуманитарного права. Азербайджанская сторона, пытаясь скрыть свои геноцидальные намерения, предлагает ложные альтернативы, якобы с целью смягчения созданной ей уже гуманитарной катастрофы. Нынешняя крайне сложная ситуация, для выхода из которой Арцаху крайне необходима международная как гуманитарная, так и политическая поддержка, является прямым следствием незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора и фактической осады народа Арцаха. Азербайджан пытается таким образом создать иллюзию, что Арцах не жизнеспособен и зависит от внешней помощи. Навязываемым же предложением о помощи о власти Азербайджана стремятся подчинить себя Арцах и его народ. Тем не менее, не нужно впадать в заблуждение. Предложение о доставке в Арцах гуманитарных грузов из Азербайджана является еще одним средством реализации преступной программы Азербайджана, которая приведет к навязыванию своей воли, попранию человеческого достоинства и другим преступным последствиям подчинения народа Арцаха Азербайджану. Подобными действиями Азербайджан преследует цель предотвратить нормальное развитие Арцаха и повышение уровня жизни народа. Власти Азербайджана не скрывают, что их целью является изгнание армянского населения Арцаха с его родины. Соответственно, выдвигая концепцию предполагаемого урегулирования конфликта и пакет предложений, представленный на ее основе, Азербайджан пытается под завистью переговоров скрыть этот новый путь реализации своего геноцидального намерения. Продвигаемая азербайджанскими властями сфабрикованная повестка диалога Степанакерт-Баку на самом деле является попыткой легитимизировать преступные действия Азербайджана. Любой призыв к поощрению участия Арцаха в подобных переговорах без посредников и действенных гарантий мы воспринимаем как поддержку реализации геноцидальной политики Азербайджана. Участие Арцаха в каких-либо подобных переговорах на этих условиях будет признанием и легализацией завуалированной программы реализации геноцидальных намерений Азербайджана. Для результативности и легитимности переговоров необходимо обеспечить как минимум соблюдение сторонами норм международного права. При этом как предложения, направленные на урегулирование самого конфликта, так и возможные последствия их реализации должны быть созвучны принципам международного права и общечеловеческим ценностям. Все это, однако, до сих пор успешно и безнаказанно нарушается со стороны Азербайджана. Арцах, в свою очередь, всегда выступал и продолжает выступать за начало жизнеспособных и предметных переговоров, критерии которых будут соответствовать всеобщим принципам справедливости, достоинства и равенства. Наша непоколебимая позиция заключается в том, что для переговоров в первую очередь необходимо обеспечить благоприятные и равные условия, а затем приступить к согласованию международного механизма, который будет наделен соответствующим международным мандатом и определит критерии переговорного процесса, основываясь на нормах международного права и международной практики. В противном случае, предложение о ведении переговоров со стороной, не отступающей от своего преступного намерения уничтожить другую сторону любыми средствами, будь то военными, экономическими или политическими, не может быть предметом обсуждения. В актах Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека, периодических призывах и заявлениях международных структур, отдельных государств и организаций, все без исключения констатируют факт незаконной блокады Лачинского коридора и подчеркивают необходимость восстановления свободного передвижения по коридору. Однако никаких действенных и конкретных шагов в этом направлении не предпринимается. Между тем, умышленное создание Азербайджанам невыносимых условий жизни с целью физического уничтожения населения Арцаха является ничем иным, как преступлением геноцида, состоящим из преступных намерений и четких действий. Это также констатируют ведущие международные эксперты, к примеру, первый генеральный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено О'Кампо в своем последнем всеобъемлющем докладе. Предотвращение преступления геноцида является всеобщим обязательством государства, и каждое государство должно прилагать активные и последовательные усилия для пресечения подобного преступления. В сложившейся ситуации проявление бездействия или безразличия является ничем иным, как попустительством преступлению геноцида. Международное сообщество обязано предпринять действенные, индивидуальные и коллективные шаги с целью недопущения попытки Азербайджана вписать в историю человечества еще одну страницу геноцида. В соответствии с вышесказанным, настоятельно призываю международных акторов в рамках своих обязательств предпринять действенные и эффективные меры по пресечению преступления геноцида в отношении народа Арцах. В частности, обращаюсь к Республике Армения. С целью принятия резолюции, предполагающей срочные и конкретные действия, призываю немедленно представить на обсуждение Совета Безопасности ООН гуманитарную катастрофу, возникшую вследствие блокирования Азербайджана Млочинского коридора и незаконной блокады Арцаха, которая переросла в преступления геноцида. Призываю умножить усилия по активному озвучиванию проблемы незаконной блокады Лочинского коридора и Арцаха на информационных, пропагандистских и иных площадках, а также информированию международного сообщества. Призываю обратиться к международным партнерам для обсуждения и введения санкций в отношении Азербайджана с целью прекращения осуществляемых им международных преступлений. В то же время настоятельно призываю власти Армении, общественных и политических деятелей быть осторожными в своих публичных заявлениях и оценках ситуации. Ни одно заявление или действие не должно ставить под сомнение право народа Арцаха на самоопределение или способствовать дальнейшим агрессивным действиям Азербайджана. К нашим соотечественникам из диаспоры призываю консолидировать усилия с целью привлечения внимания властей и общественности стран вашего проживания к международным преступлениям, совершаемым в Арцахе, а также потребовать принятие незамедлительных действенных мер для их предотвращения. От наших соотечественников в диаспоре мы ожидаем работу по следующим направлениям. Предъявление правительством требований о строгом осуждении и принятии конкретных шагов по усилению давления на Азербайджан с целью снятия блокады Арцаха. Предъявление правительством, правозащитным организациям, средствам массовой информации и другим акторам требований дать прямые правовые и политические оценки преступлениям, совершаемым Азербайджаном в отношении Арцаха. Предъявление правительством требований о рассмотрении и введении санкций против Азербайджана с целью прекращения осуществляемых им международных преступлений. К Российской Федерации. Подчеркивая важность присутствия российской миротворческой миссии в Арцахе, настоятельно призываю умножить усилия по немедленному устранению незаконной блокады Арцаха со стороны Азербайджана и восстановлению функционирования Лачинского коридора, установленного трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. К странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, Российской Федерации, Соединенным Штатам Америки и Французской Республики. Настоятельно призываю вас, как государство, непосредственно вовлеченное в процесс урегулирования конфликта и как государство-члены Совета Безопасности ООН, в рамках вашего основного обязательства предпринять действенные шаги для немедленного прекращения незаконной блокады Арцаха со стороны Азербайджана и восстановления бесперебойного функционирования Лачинского коридора. Призываю страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ предложить индивидуальные и совместные усилия для создания прочного переговорного формата, наделенного соответствующим международным мандатом, который будет гарантировать соответствие переговорного процесса, его критериев и конечного результата нормам международного права и общечеловеческим ценностям. Надеюсь, что страны-сопредседатели спроявят последовательность в вопросе мирного и всеобъемлющего урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта и приложат активные усилия для реактивации переговорного механизма, наделенного международным мандатом по урегулированию конфликта. К членам Совета Безопасности ООН Призываю незамедлительно созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения вызванных блокадой Арцаха, геноцида и гуманитарной катастрофы, а также принять резолюцию, обязывающую Азербайджан незамедлительно разблокировать Лайчинский коридор и восстановить его функционирование в соответствии с решением Международного суда от 22 февраля 2023 года. В то же время напоминаю, что предотвращение геноцида является не только обязательством эрго-омнес, но и коллективной ответственностью международного сообщества. Генеральному секретарю ООН призываю проявить моральную и политическую ответственность и лидерство, задействовав всю систему ООН с целью предотвращения дальнейших международных преступлений, совершаемых Азербайджаном в Арцахе. Призываю специального советника генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида и других соответствующих структур представить Совету безопасности ООН фактически и правовые сведения о международных преступлениях, совершаемых в Республике Арцах. Предлагаю внести эффективный вклад в процесс формирования механизма урегулирования конфликта между Арцахом и Азербайджаном посредством Института добрых услуг. К специальному советнику генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида. Призываю задействовать механизм раннего предупреждения в рамках своего мандата, тем самым представить создавшуюся в Республике Арцах кризисную ситуацию генеральному секретарю ООН и через него Совету безопасности. Призываю предпринять действенные шаги для направления в Республику Арцах миссии по установлению фактов с целью оценки последствий международных преступлений, совершенных Азербайджаном путем незаконного блокирования Лачинского коридора. К Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев и другим структурам ООН, ответственным за защиту прав человека. Требую в рамках вашего мандата дать правовую оценку совершаемым Азербайджаном преступлением в отношении народа Арцаха, зафиксировать массовые нарушения прав человека, а также предоставить государством-членам Совета безопасности ООН и другим международным субъектам подробную, фактическую и правовую информацию об углубляющемся в Арцахе кризисе в области прав человека. К Международному комитету Красного Креста, как к единственной международной организации, присутствующей на территории Республики Арцах и наделенной соответствующим международным мандатом, призываю представить подробные, фактические и правовые сведения о ситуации в Арцахе и действиях Азербайджана, грубо нарушающих нормы международного гуманитарного права всем акторам международного сообщества, в том числе странам-членам Совета безопасности ООН. К Совету Европы призываю предпринять действенные и эффективные шаги для обеспечения немедленного исполнения решения Европейского суда от 21 декабря 2022 года, имеющего обязательную правовую силу. Настоятельно призываю принять меры в отношении вопиющего и грубого нарушения Азербайджана структуры три опоры Совета Европы, в том числе путем исключения данного государства-члена из организации. К Европейскому Союзу призываю задействовать имеющиеся в распоряжении ЕС ресурсы и инструменты, в том числе применение санкций для усиления давления на Азербайджан с целью снятия блокады Арцаха и прекращения массовых нарушений прав человека. Призываю оставаться верными ценностям и принципам, провозглашенным Европейским Союзом, воздерживаясь в особенности от превалирования энергетического партнерства с Азербайджаном над правами и свободами человека. К международным правозащитным организациям и другим международным субъектам. Призываю активно участвовать в кампании по информированию массовых и систематических нарушениях Азербайджаном международного гуманитарного права и прав человека в Арцахе, давая четкие правовые характеристики и требуя от правительств, государств и международных структур осуществления соответствующих примитивных действий. к представителям средств массовой информации. Отмечая независимую роль независимых СМИ в деле повышения озведомленности о массовых преступлениях и их предотвращения, призываю оставаться верными своей миссии и нарушить неприемлемое молчание, предоставив международному сообществу объективную информацию о массовых преступлениях, происходящих в Арцахе и тем самым разорвать порочную цепь несправедливости и безнаказанности. Уважаемые представители международного сообщества, завершая свое послание, предупреждение, прошу не забывать, что Арцах в настоящее время является единственной территорией в мире, которая находится в полной осаде и куда даже международное сообщество не имеет доступа. Разве у вас не возникает вопроса, в чем заключается стремление Азербайджана подвергнуть мирный народ Арцаха полнейшей изоляции? Неужели вас не беспокоит то обстоятельство, что с точки зрения защиты прав человека Арцах стал не серой зоной, а черной дырой, где могут произойти все преступления, которые видела человеческая цивилизация? Неужели вы не осознаете, что подобная международная безнаказанность и допущение нового геноцида породят новые преступления, возможно, и в отношении ваших народов? Поэтому прошу и требую от всех вас незамедлительно приступить к действию и остановить этот продолжающийся геноцид народа Арцаха, пока не стало слишком поздно. Продолжение следует...